Праздник 16 февраля, что нельзя делать в День Анны и Симеона приметы. 16 февраля православные отмечают День Анны Пророчицы, которая упоминается в Новом Завете как женщина, которая принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Анна была благочестивой вдовой из Иерусалима и в тот день, когда младенца Иисуса и его родители принесли в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву зародившегося первенца мужского пола, как это предписывает иудейский закон. Именно в тот момент в храме была Анна. В иконописи Анна изображается как старица 84 лет, еврейского типа, лицом худощава, в хитоне полуфилоне с покрывалом на голове. Память Ани совершается вместе с Симеоном Богоприимцем, одним из 72 ученых-толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести священное писание с еврейского на греческий язык. Отмечается, когда Симеон переводил книгу пророка Исаии и прочитал слова «сё дева в очреве примет и родит сына», он подумал, что это явная описка и вместо дева должно стоять жена, и посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень остановил руку Симеона и уверил его, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Исаии. Народные приметы на день Анны. Много снега в этот день, лето будет дождливым. Воробьи громко чирикают, весна наступит очень скоро. Чем быстрее в этот день приступить к делам, тем быстрее придет весна. Что нельзя делать с 16 февраля? В этот день запрещено носить черные вещи. Не рекомендуется конфликтовать и спорить. Нельзя брать деньги в долг. 16 февраля стоит помолиться Симеону и Ане, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев. Именины в этот день празднуют Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел и Роман. Как мы ранее писали, появился календарь самых важных дат в марте 2021 года. Продолжение следует...